Ой, так, что же это? У нас теперь, как в сказке, три поросётка. О, это так мило! Всем привет! Меня зовут Алиса, и вы на канале Алиса Изи, по целым хвачьимым каналам на всём Ютубе. Сегодня у нас будет распаковка посылок от наших подписчиков. Первое я хочу распаковать вот эту вот замечательную посылку от Завельевой Татьяны из города Москва. Давайте я её поскорее открою. Подпишись, даже если у тебя лапки. А внутри пакета меня ждал вот такой вот ящичек от наушников. Будет очень интересно, если внутри именно они. Так, нет, тут письмо. Давайте начнём с письма. Здравствуйте, семья! Я каждый день смотрю ваши видео. Вы стали мне как родным. Я уже пенсионерка. Зовут меня Татьяна Сергеевна. О, Татьяна Сергеевна, которая прислала нам шарики-кошарики, которые Вася просто обожает. Да, Вася? Они шерстяные. Однако мне очень нравится наблюдать за вашими питомцами и за вашей жизнью на море. Интересно, как вы посещаете другие города. Я живу в Москве, почти в центре, вблизи Садового кольца. У нас маленький дворик, маленький пятиэтажный дом. Во дворе тихо и зелено. Я посадила тут уже пять деревьев. А если пройтись пешком, то можно выйти на большие центральные улицы. Дойти до Тверской, даже до Красной площади. У меня были когда-то самые разные питомцы. Были хомячки, крысы, морские свинки, кошки, собака. Серые полевки, рыжая полевка, кузнечики, шмели, богомолы, куры. Я их выращивала из яиц. Перепелки. Тоже много поколений. Индоутки. Цесарка. И даже большая белая индейка Дюка. С которой мы гуляли вместе во дворе. Она ходила за мной как собака. Но очень боялась собак. Как только появлялась маленькая собачка, она бросалась мне на руки. А то и драпала вовсю прыть. А я за ней. Потеряться можно. Дома она жила тихо, сидела на бруске, положенном на ванну. Иногда подходила ласкаться и сносила яйцо прямо в руки. Сейчас у меня только калифорнийские черви. Живут в двух больших горшках и перерабатывают органику в чернозем. Представляете? Чернозем для деревьев тех. Наверное. Если вашим питомцам можно, то я засушу земляных червей. Они у меня быстро размножаются. Не стоит. У нас мучные черви, они совершенно другие. Посылаю вам господина Энн. Он хоть и очень рыжий, но немного похож. Похож. Нам кого-то прислали. Так. Будьте здоровы и счастливы. Новый год позади, но все же с Новым годом и Рождеством Христовым. По скрипту. Забыла написать, что я живу рядом с подворьем Троицы Сергиевой Лавры. Там работала в саду. Ухаживаю за маленьким прудиком с рыбками и нефеями. Корм варю сама. Это мое старое изобретение. Хомячки тоже любили этот корм, но я им мало давала. Рыбкам надо. Посылаю вам тоже попробовать. Спасибо большое. Мне очень стало интересно, что в посылке. Потому что нам прислали какого-то господина Энн. И корм для хомячков. Вареный. Ух ты! Смотрите, нам прислали чай радонежский. Он черный, крупнолистный, первого сорта. Очень красивый чай. И думаю, он будет вкусным. Мне очень интересно его открыто понюхать. Вася, тебе тоже интересно? Очень вкусный пахнущий чай. Так, а я уже вижу господина Энн. Смотрите, какой он красивый. Это Нафаня. Это Нафаня. Сверху тут какой-то сверточек. И в нем бусинки. И чашечка такая милая. У меня, кстати, очень много разных бусинок. Ой, а тут прикольные очень бусинки. Спасибо большое. Мне они очень нравятся. А чашечку я поставлю, как московскую чашечку, вот сюда на полочку. Будет мне сувениром. А, тут конфеты, это карамельки. Москвичка. Это той фирме, которая нам нравится. Спасибо большое. Думаю, они будут очень вкусные. Я, к сожалению, сейчас их попробовать не могу, потому что потом мне будет трудно говорить. И мне не терпится на баньку взять. А, он такой классный. Такой прикольный. Я даже и не ожидала. Морской свит получился. Он такой большой и пушистый. Он из натуральной шерсти. Как настоящий. Слушайте. Смотрите, теперь у нас два рыжика. Один вот такой вот плюшевый живой, а второй вот такой шерстяной. Классный. Правда, Нафанька? Смотри, тебе друга прислали. Да, это морская свинка. Такая же, как ты. Да, Фаня в шоке. Честное слово. Классно. Очень красиво. Очень-очень. У нас теперь, как в сказке, три поросетка. О, это так мило. И на ухе сделано точно такое же пятно, как и в настоящей жизни. Классно. Теперь у нас три свинки. Очень реалистичная морская свинка. Она мне очень-очень нравится. Ну, а мы продолжим разбирать посылку. Тут очень-очень много котлетов. Смотрите, как много их прислали. Вот такие вот, те самые москвички. И пахнут они очень-очень вкусно. Чем-то таким карамельно-шоколадным. Посмотрим дальше. Смотрите, прислали вот такое вот мыло с малиной. Листочек. Это, как я понимаю, наверное, бомбочка для ванной. И еще гель для душа. Это гель для душа. Классно. Тоже с чем-то таким розовеньким. Классно, спасибо большое. Такой милый подарок. Мне так приятно. Ой, так, что же это? Что-то стеклянное. Это вот такой вот корм для рыбок в баночке. Состав просили не читать. Думаю, нашим хомячкам этот корм понравится. Спасибо большое. Обязательно его дадим ему попробовать. По составу он подходит для сириков. Еще прислали вот такие вот два чупа-чупса. Думаю, что они будут очень вкусные. Они с арбузиком. Как раз-таки нам для поездок. Которые так любят смотреть Татьяна. И последняя баночка, как я поняла, с какими-то браслетиками. Так, тут записочка. И какие-то украшения. Оооо! Ух ты! Ничего себе! Тут есть вот такой вот значок. Плейбой. Еще вот такие вот бусинки. Тоже очень красивые. Под мрамор. Вот такое вот украшение на цепочке. С какими-то блестяшками, бусинками красивыми. Очень интересное. Оно мне очень нравится. И еще вот такая серебристая цепочка с подвеской. Которая мне тоже очень нравится. Очень красивая. Еще мы нашли вот такую вот бумажку. Мы думали, что это записка. Но нет. Это просто было приложено для того, чтобы не побились украшения и баночка. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна, за такую замечательную игрушку. За еще одного нафаньку. За такую замечательную посылку. Она нам очень понравилась. Нам очень понравился ваш рассказ, который вы нам написали. Поздравляем вас с прошедшим Новым годом и Рождеством. И передаем вам огромный привет. Ну, а теперь переходим к распаковке следующей посылки. Следующая посылка от Михайловой Марии. Из города Чебоксары. Кстати, мы недавно изучали центральный район. И в нем как раз-таки находится город Чебоксары. Будет интересно узнать о человеке как раз-таки из этого города. Ух ты, как много всего в посылке. Смотрите, первое, что меня очень заинтересовало, это вот такая коробочка. Честно говоря, я не знаю, какой стороной ее повернуть. Потому что она какая-то удивительная. Черная. А внутри, внутри кто-то из наших хомячков, слепленный из пластилина. Очень красивый и яркий получился. Мне кажется, что это Йеннифер. Такая же красивая получилась. Спасибо. Еще здесь есть вот такой вот туннельчик для наших хомячков. Для хомок и фанты. А вот это какие-то украшения. А, нет, нет, нет. Это что-то, что нужно сделать своими руками. Тут инструкция. Это что-то, что нужно будет... А, это цветочек. И этот цветочек нужно будет сделать своими руками. Тут специальная инструкция. Бисер и проволока. Спасибо большое. Обязательно попробуй. Когда-то у меня уже была такая игра. И я ее, к сожалению, не закончила. А еще нам прислали Лариску. Лариска очень красивая. Она мне очень нравится. Смотрите. А, это рисунок кофе с сердечком. Так мило. Еще нам прислали вот такой вот ластик Киви. Обязательно пополнить мою коллекцию ластиков. Но это первые краски от подписчиков. Тут еще и есть вот такой вот значок. Камера плюс сон. Не знаю, что это значит, но это из Лола. И все украшено красивыми малиновыми стразиками. Ну и мы дошли до письма. Привет, Алиса и Роза. Меня зовут Маша. Мне 10 лет. Я учусь в четвертом классе. У меня был кот Муся. Но он ушел на Радугу. Сижу и плачу. Но не будем о грустном. Желаю вам 1 миллион подписчиков. И чтобы никто из ваших имяческих семей не болел никогда в жизни. Я мечтаю о Сирике-мальчике. Но пока мне его не купили. Мне нравятся Фанта, Пепси, Никита, Стеша, Орио и Микки. Покажите, пожалуйста, Стешу-псешу. Спасибо заранее. А то я переживаю. Я смотрю все премьеры. А на этом все. Пока-пока. Про Стешу сейчас выходит достаточно много видео каждый день. Поскольку мы ее лечим. Ну и в принципе будет еще выходить. О, смотрите, нам прислали вот такую вот зеленую ручку моего любимого цвета. Еще и хорошей фирмы. То есть она будет хорошо писать. Спасибо большое. Еще очень красивый конвертик, завернутый в новогоднюю ленточку. И не очень хочется его открыть. Посмотрите, что там. Ну а внутри еще один конвертик. Открывать здесь. Надеюсь, я правильно открою. А внутри очень много. Самых разнообразных подделок. Ух ты, ничего себе. Тут есть и резиночки для плетения с крючочками. И вот такие вот вертушечки. Очень красивые. Еще какие-то штуки вот такие. А, как я поняла, это вот такие вот пазлики. Собери меня. Вот такое вот с сердечком. С надписью Фанта. И с надписью Пепси. С буковкой А. Еще здесь есть вот такой вот арбузик. Сзади на нем нарисован значок Ютуба. Очень красивая крышечка. Ну а это наша любимая Пепси. Она очень красивая. Вот такой замечательный значок. Логотип нашего канала. И последняя это Псеша. Псеша. Мы ее тоже очень любим. Еще здесь есть вот такая вот ракушка, сделанная из воздушного пластилина. Смотрите, какая красивая снежинка. Она мне очень нравится. Давайте я все достану отсюда. Поскольку здесь очень-очень много всего всякого разного. Чтобы коробочек нам не мешал. Так. Нам еще прислали салфетки. Салфетки для наших хомячков. Чтобы они могли себе строить нерто. Спасибо большое. Еще есть сверху такая красивая наклейка. Конвертик Алисе Изи. Здесь разные поделочки из резиночек. Они мне очень нравятся. Спасибо большое. Особенно вот этот вот новогодний сапожок. Я нашла в посылке красный конверт с нашим логотипом. И очень интересно, что же находится внутри конверта. А внутри оказалась игра. Здесь очень много разных конвертиков. Вот. Я поняла. Это контейнер. И мы должны все прикрепить сюда. В первом конверте оказался домик. Во втором конверте оказалась кормушка. Под третьим номером был вот такой вот сочный огурчик зеленого цвета. Вот его место. Номер 4. Это паилка. Пятое. Это туннельчик. К сожалению, номер 6 немного порвался. Потому что был приклеенным к конверту. Это колесико. Номер 7. Это скорее всего фанта. Вот такой получился замечательный контейнер. Игра нам очень понравилась. Для хомки фанты тыква сушеная. Давайте посмотрим на сушеную тыкву. Ух ты. В жизни бы не подумала, что она так выглядит. Слушайте, напишите пожалуйста в комментариях, что это за тыква. Потому что тыква обычно оранжевая. А это какая-то бело-желтая. Удивительно. Больше похоже на кабачок. Следующий конвертик. Вот такой фиолетовый. На нем написано, что это краснодарский чай. 4 штучки. Еще на конвертике вот такая замечательная бабочка. В конвертике я нашла 4 вот таких вот пакетика с чаем. Спасибо большое. Еще мы нашли вот такой вот пакетик. В нем похоже чай с мятой. Пахнет очень вкусно. Вот новогодняя открыточка. А, нет, это письмо. Это письмо. Нет. Нет, я не угадала. Это вопросы. Каков размер колеса для сириков? Длину и ширину. Ответ в видео. Все о колесике для хомячка. Как забронировать хомку? Пиши в нашу группу ВКонтакте или в Инстаграм. У вас идет снег? Нет, на данный момент снег у нас не идет. Почему нет собаки? Потому что я еще не закончила всю четверть, хотя бы одну, на все пятерки. Сколько лет Алисе? Мне 14 лет. Какое у Алисы любимое животное, кроме собаки? Ну, наверное, это либо Йенфер, либо Вася. Но в последнее время Вася, поскольку он часто стал ко мне приходить, и мы вместе проводим какое-то время. Почему хомячкам нельзя хвойные опилки? Поскольку они могут вызвать аллергии. Как у вас возникла идея создать канал? Об этом было видео на канале Изи Роза. Покажите Стешу и Никиту, пожалуйста. В ближайших видео вы их как раз таки увидите. Еще здесь есть конверт можно всем крысам, шиповник. Здесь вот такой вот замечательный шиповник, как и написано на самом конверте. Шиповник очень полезный, поэтому мы обязательно дадим его кому-нибудь из наших хомячков. Еще один конверт, на котором нарисован вот такой вот замечательный хомячок с кнопочкой YouTube. Но в конверте я нашла очень много рисунков. Во-первых, это фанточка, очень красивая она получилась. Также очень оригинальный рисунок Стеши-Псеши. Логотип нашего канала. Кнопочка подпишись, так что кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Составка одного из наших видео про Вжика, последнее его видео. Наша любимая Пепси, но это одна из наших мышек, Алиса или Лайк. Еще здесь есть рисуночек вот такого милого новогоднего пироженка. Настольная игра, фишки в комплект не входят. В эту игру мы обязательно поиграем вместе с мамой на канале Изи Роза. На стенку Алисе. Ух ты, хомячок полностью нарисованный ручкой. Хочу на стенку Алисы. Я подумаю, куда его повесить. И еще один сверточек для Изи Розы. И Розе нарисовали розы, так красиво. Думаю, маме понравится. Мыло самодельное новогоднее, елочка. Ой, оно такое красивое, я очень люблю самодельное мыло. Хорошо, что подписали, папа мог бы съесть. Пахнет, кстати, очень вкусно. Спасибо огромное, Маша. Нам очень понравилась твоя посылка. Передаем тебе огромный привет. Поздравляем с прошедшим Новым Годом. Ну, а всех очень любим. Целуем всем. Изи пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok